Последний пример из моей жизни. Лично это мне было 19 лет, где-то 93 год. И я улетал из города Вологды в Россию. И мы уже жили тогда в Штатах. И что получилось? Это был последний день моей визы. И вдруг облом, как говорится простым языком. Меня в Шереметьево не пускают. Говорят, у вас нет места в самолете. Проверяют билет, там получилась опечатка. Их вина. Я, одним словом, я не могу улететь. Я остаюсь. Но мне сказали, если это последний день вашей визы, вы вообще никогда не сможете воссоединиться с вашей семьей. Ну вот приехали. Я молодой человек. Я в страхе, в панике. Мои друзья, со мной группа была 6 человек. Они уже прошли весь паспортный контроль. Передо мной большой циферблат часов. Я вижу, что до окончания вообще рейса посадки осталось 4 минуты. Я остался. Я 3 раза подходил к человеку. Я просил, который руководил этой компанией. Это Хельсинки. Они летели через Хельсинки. Аэрофлот. Бесполезно. Бесполезно. Мест нет, молодой человек. Я что понимаю? Мест нет. Это все так быстро происходило. Я стоял с чемоданами. Я понял, что я уже не улечу. И я стою. Рейс окончился. И конкретно просто нечистый такой голос дьявола говорит мне. Ну что? Где твой Бог? Где? Вчера только вечером ты так проповедовал, что Бог все может. Почему же Он тебя не выручит? И это вы знаете, Он так глубоко просто ранит. Такая информация. Ну, 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 правдивая. Ну, где Он? И ты чувствуешь, что ты Его не победишь. Не победишь этот голос. Такой ропот, такое возмущение приходит. Господь, ну почему ты так делаешь? И я стою. Мне так больно внутри. Все просто разрушено внутри. Я не знаю, чем все это кончится. Это уже, в принципе, кончилось. И вдруг я принимаю решение. Я верю, что это Дух Святой дал мне такое просто состояние. Я принимаю решение. И я вслух начал говорить. Понимая, что это духовная атака на меня. И я вслух начал говорить. Нет, дьявол. Нет, я сейчас человек в трезвом уме. И я сознательно принимаю решение. Ни одного вопроса я Богу не задам. Ропота ты от меня не услышишь. Я благодарю тебя, Господь, за все, что будет. И чем бы ни кончилась эта ситуация, я буду тебе благодарен, Господь. Даже если я навсегда буду разлучен со своими родственниками, родством, братьями родными, роптать я отказываюсь. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты контролируешь эту ситуацию. И я знаю, что ты хозяин этой ситуации. И дьявол тебя никогда не победит. Ты остаешься Богом. На меня так люди смотрели. Слушай, я приблизительно так разговаривал вслух. И вы знаете, мир пришел. Просто мир. Все, вопрос решился. Ничего не изменилось. Но в тебе, смотри, вопрос решился. Я все еще дрожал от напряжения. Была такая усталость какая-то. Но я чувствовал, что вопрос закрыт. Я уже собрался уходить. Так вдруг, слышу голос Божий в сердце. Встань и иди к тому человеку и скажи ему. Это человек, которому три раза подходил. Старший, который руководил этим рейсом. И скажи ему. Так говорит Господь. Я должен лететь на 323 рейсе. Мозг импульсивно стучит. Он неверующий. Да я ему скажу так, говорит Господь. Он скажет, я крыша. Ну, серьезно. Я реально понимаю. Он стоит взрослый, солидный человек. А в духе конкретное слово. Встань и иди. Это повеление. Я делаю шаг. Мозг просто говорит. Он скажет. Он сейчас полицию вызовет. Я иду к нему. Он уже на меня смотрит. Так. Ты меня достал. Но я к нему иду. Я говорю. One more time. Еще один раз. Он говорит. What? Что? Я говорю ему. Он по-английски говорит. Я говорю ему. Так говорит Господь. Я должен лететь на 323-м рейсе. Он сказал только два слова. I got it. Он сказал. Я понял. Он позвонил. Остановил рейс. Взял мои чемоданы. И мы бежали бегом. А я бегу и спрашиваю. Извините. А где я сидеть буду? А он говорит. Это не твоя проблема. Я говорю. Они. Я думаю себе. Они мне час долбали. Что мест нет. Где же они меня посадят? Ну это 12 часов. Через океан. Они что. На табуретку меня хотят посадить. Между рядами. Я реально просто думаю. Ну интересно. Куда же они меня посадят? Когда они ввели меня в самолет. И посадили в первый класс. Первый раз в жизни. Я понял. Что проблема только начинается. Не шучу. Я почувствовал. Что внутри меня такой поднимается вулкан. Что я думаю. Я сейчас начну орать на весь самолет. Господи. Какой ты великий. И я только схватился вот так за рот. Даже губы закусил. До крови. У меня только текли слезы. Я говорю. Иисус. Ты великий. Какой ты великий. Но вы знаете. Нам нравятся такие истории. Вы даже захлопали. Потому что я улетел. А если бы я до вас приехал из Украины. И сказал. В 93-м году я не смог улететь. Вот такое чудо произошло. Вы бы сказали. А что за чудеса. Где же твой Бог. Бог на месте. Братья и сестры. Как раз чудо в том и состоит. И победа в том и состоит. Не важно. Улетел бы я. Или не улетел. Важно. Что в сердце я принял решение. Быть благодарным Господу. И поклоняться Ему. Во что бы то ни стало. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.